И да, до 12 это ориентировочное время, не стоит в 11.59 записьки... записькивать. Окей. Всем привет, это Алена Вена. Меня часто спрашивают, как я похудела на 15 кг. И сегодня я детально расскажу о всех диетах, о их подводных камнях, что работает, что не работает, и как наш организм реагирует на наше желание похудеть. Скажу сразу, я никогда не пробовала никаких добавок для похудения, никаких таблеток, не вживляла в себя паразитов и бла-бла-бла. Все честно, только я и мой организм. Один на один. Расскажу свою историю. Однажды, в 1992-м, маленькая девочка родилась в небольшом поселке. Ладно, давайте ближе к моменту с похудением. Так вот, на лето я поехала в Америку. Ну вы понимаете, да? И приехав обратно, я внезапно обнаружила, что я поправилась на 15 кг. Мой парень был в шоке, моя мама была в шоке, даже мой папа был в шоке, бабушка была довольна. Я не знаю, чем я думала, почему я этого не видела, но для меня это было реальное откровение. И тут важно, я приняла решение худеть. Да, это все банально, готовность действовать, вера в успешный успех, но мое решение исходило из некой боли. А когда у тебя болит, ты не остановишься ни перед чем, даже без всякой мотивации. Короче, я приняла твердое и безвозвратное решение, что пока не добьюсь отметки 40 кг, я не остановлюсь. Из тех способов, которые я без разбора пробовала, уже теперь, смотря назад, я могу их разделить на неадекватные быстродействующие и на адекватные медленнодействующие. Я сделаю два видео. Начнем с неадекватных быстродействующих. И я сейчас на самом деле делаю вам медвежью услугу, точнее вы сами себе ее сделаете. Но это подходит для тех, кому вот прям сейчас надо похудеть, вчера. Например, у вас какое-то важное событие, или встреча, или фотосессия в купальнике, или еще что-нибудь. Ну, в общем, вам нужен быстрый результат, и неважно какой ценой. Существует такая вещь, как шоколадная диета. И все сладкоежки сейчас просто офигели от счастья. Да, суть диеты в том, что вам нужно есть шоколад, и вы при этом теряете вес. Но поверьте мне, вам это будет нравиться, может быть, 3 дня, а потом вы начнете думать. Интересно, какие вообще на вкус пельмени? Также можно пить кофе, так как он разгоняет метаболизм, но, естественно, без сахара. Диета длится 7 дней, на протяжении которых вы едите только шоколад, и желательно не молочный, а черный. Рекомендуется с высоким содержанием какао-богов. Шоколады вы едите не больше 100 грамм в день. Это примерно одна плитка. И ее удобно разделить на несколько приемов. Я вот разделила на 5. Каждая плиточка по 20 грамм, всего получается 100. Каждый прием шоколада сопровождается чашкой несладкого кофе. Можно с ней жирным 1% молоком. Диетологи обещают, что по окончании диеты потеря веса будет составлять 6-7 килограмм. Я пробовала эту диету 2 раза с перерывом год, что, кстати, очень важно. И у меня получилось потерять максимум 5 килограмм. Первые 3 дня я действительно теряла по килограмму, а остальные по 300 грамм при тех же усилиях. И это, в принципе, логично. Объясни почему. С одной стороны, обидно, ты же мучаешься, значит, должен получать какой-то профит. Но с другой стороны, это защитная реакция организма просто, чтобы ты не умер. Организм же не понимает, что вы хотите плоский животик и дырку между ляжками, как у модели. Он понимает примерно следующее. Это ж если она так резко перестала потреблять калории, это ж значит, что вокруг сжать нечего? Это мы умрем скоро? И организм тратит все силы, высасывая их из органов, чтобы остановить потерю веса. Но это еще не все западло. Как только диета заканчивается, и мы начинаем кушать, а некоторые много кушают, еще и неправильную пищу. Организм на радостях, что это счастье привалило, начинает все жадно всасывать, при этом думая. А вдруг эта дурочка еще раз в такую ситуацию попадет? Надо быть готовым. Пораспихай у коля запаса в виде жира, само собой, пляшки, бока и живот. Вот вам и минусы этой диеты. И это еще не считая того, что ваши килограммы ушли не столько в виде жира, сколько в виде соли, воды, органов и мышц. Но 5 килограмм за неделю это солидный результат. Вам решать. Второй способ уже не такой жестокий, но тоже стрессовый. Как и в случае с предыдущим, его рекомендуют использовать не чаще, чем раз в год. Диета длится 10 дней и гарантирует сброс от 10 до 12 килограмм. Первый день – шоколадный день. Но один день тотального шоколадного изобилия уже можно вынести. Соглас, я уверена, вы согласны. Делаем то же, о чем мы говорили раньше. 100 грамм черного шоколада в день, запиваем водой или кофе без сахара. Второй день – ура, разнообразие! Питьевой день. Пьем кровь из вашего парня. Шутка. Я так не делаю. Я идеальна. Пьем все, что пьется. А то, что не пьется, взбиваем в блендере и пьем. В этот день отлично очищается организм. Даже если вы не сидите на диетах, то очень полезно проводить такой разгрузочный день хотя бы раз в неделю или, может быть, раз в месяц, просто чтобы поддерживать организм чистым. И да, если это не очевидно, я уточню, что мы не пьем сладкие газированные и алкогольные напитки. Что пьем? Чистую и качественную воду 1,5-2 литра в день. Расскажу вам одну фишку. Мне о ней рассказала моя подруга. Я не думала, что это сработает, но это как-то сработало. Когда ты пьешь через трубочку, ты выпиваешь реально больше воды, чем если бы ты пил со стакана или с бутылки. Я не знаю, как это работает, но это работает. Помимо воды мы пьем бульоны. Естественно, не из кубиков, а настоящие мясные, рыбные, овощные, какие вам нравятся. Свежевыжатые, овощные, фруктовые соки. Смузи, которые, кстати, очень хорошо насыщают по сравнению с водой, конечно. Кисели, лекисели, бабушкины компоты. Жидкие молочные продукты, не больше 2% жирности. Третий день. Мой любимый. Фруктовый день. Можно есть все фрукты и ягоды, которые нравятся. Я уверена, что у каждой девушки есть какой-то свой любимый фрукт. Вот накупайте его и кушайте. Только сильно не налегайте на виноград и на бананы. И на сливы. Маленький секретик. Если положить фрукты в морозилку, и я люблю так делать с бананами, клубникой и виноградом, то они приобретают не только новый вкус, но ты еще наедаешься быстрее и меньшим количеством. Опять же, я в душе не люблю, как это работает, но это работает. Четвертый день. Простите, но это голод. Кушать нельзя, можно только пить воду. Для тех, кто в режиме харп, можно провести и сухой голод, то есть это пить тоже нельзя, но организм вам за это спасибо не скажет. Пятый день. Это монодиета. Выбирайте один продукт, который вам нравится, естественно, не калорийный, и кушайте его весь день. Это может быть кефир, яблоки, бананы, йогурт, морковка. Я лично выбираю банан. Не мражки. Если к этому моменту вы еще не сдались, мы идем дальше. Следующие три дня это питание до 12 часов. То есть мы успеваем позавтракать и чем-нибудь перекусить. Только, пожалуйста, без фанатизма. Никаких гамбургеров, жареных сосисок и булочек. Обычное здоровое питание. Запеченная курица, лосось, вареные яйца, творог. Только не все это сразу. Помните, что 5 дней назад ваш желудок практически голодал. И да, до 12 это ориентировочное время. Не стоит в 11.59 запихивать в себя все, что поместится. Спокойно попушите. Если вы закончите в 12.20, ничего страшного не произойдет. Идем дальше. Да, осталось всего 2 дня, и вы уже видите приятные результаты зеркалей на весах. Девятый день снова фруктовый день. Здесь все понятно. Десятый день шоколадный день. Здесь, я думаю, тоже вопросов нет. Это все. Очень важно правильно выйти из диеты. Хоть это всего 10 дней, это все равно большой стресс для организма. Не хочу вас пугать, но были случаи, когда после 40-дневного поста люди неправильно из него выходили. То есть сразу много кушали и тяжелую пищу, например, запеченную курицу или жареную курицу, плов. И были даже летальные исходы. Поэтому ко всему подходим с умом. Завтрак, каша на молоке и кофе. Обед, легкий салат из фруктов или овощей. Ужин, йогурт или кефир небольшой жирности. Дальше постепенно и аккуратно наращивайте калорийность. Старайтесь не кушать тяжелую для переваривания пищи. В описании этого видео я прикреплю документы о легкой и тяжелой пище. И еще один важный момент по поводу диеты. Важно из нее не только правильно выйти, но и войти. That's what he said. За день или за два до диеты старайтесь тоже кушать только легкую пищу. Если вы маленькая, хрупкая девочка или у вас слабый организм, то на каком-то этапе вы почувствуете, что появилась слабость, апатия, головокружение, помутнение в голове, когда вы резко встаете с кровати. Я вам советую в таком случае сразу переходить к 11 дню, к выходу из диеты, потому что здоровье важнее, чем любые идеалы красоты. И еще вставлю 5 копеек о своих личных наблюдениях. Я заметила, что наше здоровье напрямую связано с нашими эмоциями. Когда вы истощаете свой организм, мало спите, много курите или пьете, плохо питаетесь, то наш организм живет в режиме выживания. А так как организму плохо, то и начинаются негативные мысли по поводу себя, по поводу смысла жизни. Привет, хандра, здоровая депрессия. Но как только вы начинаете беречь себя, заниматься спортом, высыпаться, правильно питаться и так далее, эти все вопросы исчезают сами собой. Сразу откуда-то появляется энергия и ресурс, чтобы делать новые дела, чтобы организовывать проекты, заниматься творчеством собой и в общем развиваться. Я когда это поняла, мне даже стало немножко обидно, что все так просто. В следующем видео расскажу тебе о том, как правильно похудеть, без вреда организму, может быть не так быстро, но навсегда. Напиши под этим видео, как ты предпочитаешь терять вес. Быстро и любой ценой, или медленно, но уверенно. Спасибо за ваш просмотр, подписывайтесь на мой канал, и мы скоро увидимся. Помимо воды мы плюем. Помимо воды Спасибо за вас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok